Друзья мои, всем огромный привет! У нас с вами рубрика истории жизни, психологии отношений, про любовь, про отношения, про брак, про семью, про все про это. Кому интересен данный контент, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Также заглядывайте в плейлисты истории жизни, психологии отношений, чтобы посмотреть предыдущее видео. Пишите свои истории в комментариях, либо в разделе у канала есть ссылка на мою соцсеть, либо на Boosty. Ссылка на Boosty всегда под этим видео в описании. Там же я рассказываю другие истории на Boosty, которых нет ни на ютубе, ни на дзене, только на Boosty. Поэтому, кому интересно, можете оформлять подписку, слушать истории, либо без оформления подписки открывать понравившуюся вам историю. Ссылка под видео в описании и в закрепленном комментарии. Также переходите на мой дзен, кому неудобно в свете последних событий смотреть на ютубе. На дзене выходят точно такие же видео, плюс я там еще иногда пишу статьи. Ссылка на дзен также под этим видео в описании и в закрепленном комментарии. Сегодняшнюю историю мне рассказала женщина про своего мужа. Она как бы находится вот сейчас в таком отчаянном состоянии, как бы не знает, как сохранить семью. Или все-таки такую семью сохранять не надо. Вот у нее такой вопрос, да, что же ей делать. Ситуация заключается в следующем. Она говорит, мы с мужем поженились. И как бы не было детей у нас все, не было жилья. Мы оба работали. И мы приняли решение взять ипотеку, квартиру и экономить, выплачивать эту ипотеку, чтобы было собственное жилье. Потому что нам рассчитывать не на кого, никто нам наследство никакое не подарит, с неба квартира не свалится. И деньги на нее тоже все своими силами. Ну в принципе я думаю на самом деле так у многих. По-разному конечно, но это тоже не какое-то исключение из правил. Ну в общем взяли они ипотеку, двушку себе сразу взяли, этот вот кредит, и вот так вот зажали, говорит, мы пояса, как бы тянем из себя жилы, экономим очень сильно и выплачиваем вот этот кредит. Ну мы еще поднакопили денег перед этим. Ну в общем трудно нам пришлось как бы. И сейчас вот ну нелегко, ну по деньгам вот это вот все. И как бы решили, что ну надо работать, детей мы пока рожать не будем, потому что ну куда нам дети, когда у нас такая в общем-то финансовая ситуация не очень хорошая. Надо встать на ноги, как бы может быть даже почти погасить вот этот ипотечный кредит и тогда уже задумываться про детей, да. Как бы ну к слову сказать, она говорит, мне 29 лет, моему мужу 30, ну можно сказать ровеснике, да, как бы даже не на год старше, чуть меньше он и все. То есть ну время еще есть, как бы сейчас, говорит, такая тенденция не обязательно рожать там в 20 лет, можно там и 30 плюс родить, как бы ну по крайней мере, говорит, чтобы уже у тебя за спиной было что-то там и жилье и вообще, куда рожать собственно ребенка. Ну вот так вот они и решили. Но, говорит, мы стали жить в этой квартире, все нормально, все хорошо, как бы. Но муж сказал, послушай, мы с тобой не молодеем, как бы уже возраст такой, потом мы захотим машину купить, потом мы захотим отдохнуть, поехать и когда тут, простите, нам делать ребенка рожать, его же надо еще и вырастить, и воспитать, и вообще родить. Потому что мы это все с тобой успеем, и курорты, и машины, и ипотеки, и квартиры, а ребенка родить мы можем и не успеть, ну можем и не успеть. Потому что, да, пресловутые биологические часики и так далее и тому подобное. Она говорит, ну я как бы не настроена была рожать ребенка, я не хотела, я считала, что еще рано, надо еще как бы ну работать, как бы встать на ноги и все. Но он меня уговорил, он меня убедил, что все-таки надо. Я подумала, ну действительно, может быть, там уже 30-ник скоро и так далее и тому подобное. И все, он меня уговорил, я забеременела, легко, просто родила ребенка, вопросов нет, у нас родился сын, все хорошо, как бы нормально. Но единственное, что я ему сказала, дорогой мой, ты уже понимаешь, что я пойду в декрет, я буду получать декрет, но это ну копейки. То есть, он говорит, я хорошо зарабатывала, ну нормально работаю, как бы повышение мне светило. И муж тоже, в принципе, ну нормально, даже чуть меньше, чем я зарабатываю, как бы, да. Он сказал, что я буду работать, я, возможно, говорит, даже поменяю работу, я буду искать какие-то себе подработки, ты, дорогая, вообще не парься. То есть, я мужчина, я обеспечу семью, твое дело рожать и растить здорового ребенка, мне наследника, как бы, да. Она говорит, ну убедил, да, то есть, настоящий мужчина, он сказал, я мужик, я справлюсь. У меня, говорит, у меня эти слова вообще говорят, как бы я повелась, я ему поверила. И все, прошло там, ну почти год прошел, даже, ну чуть меньше, да, еще года нету ребенку. И все, и мой муж говорит, наигрался, он наигрался в настоящего мужчину. Ему это надоело, он устал, он приходит с работы домой, он плюхается на диван, он мне не помогает, ничего не делает. Вы можете сказать, типа, а что тебе помогать, но поверьте, говорит, годовалый мальчишка, это, ну ужас и кошмар, да. Он такой шустрый, он везде там ползает, лазит, он же там, типа, ходить учится, он все хватает, за ним нужен глаз да глаз. И говорит, я в туалет сходить не успеваю, извините, говорит, за подробности, я с открытой дверью в туалет хожу, там, и могу даже выскочить. Чтобы сходить в душ помыться, это я жду, когда свекровь или мама придет когда-нибудь в гости, посетят с ребенком, я бегом, бегом там принимаю душ, и все, как я ее понимаю. Я вот вспоминаю, да, абсолютно верно. Растить ребенка, это очень сложно, потому что, когда он такой шустрый, там, то есть, ну, действительно, ты себе не принадлежишь, иногда я поесть не успеваю, о чем вы говорите, я толком не могу убрать в квартире, там, я не могу приготовить, ну, короче. То есть, понятно, да, за догадовалым ребенком, которому еще даже годы говорит, за ним нужен глаз да глаз, естественно. То есть, говорит, все мое время принадлежит ребенку. И когда муж приходит с работы, я понимаю, он устает на работе, ну, я же просто вообще даже, говорит, для меня в туалет сходить спокойно, это уже счастье. Вот, а он не хочет ни помогать, ничего. И все, и говорит, ты знаешь что, у нас такие разговоры стали, говорят, я устал, я не могу тянуть семью один, у нас денег, говорит, катастрофически не хватает. Вы не поверите, вот, ну, ребенка много денег надо, как бы, да, и ипотеку эту мы гасим, как бы, ну, не хватает денег, правда. И он стал задумываться о том, чтобы мне выйти на работу, хотя ребенку нет еще и года, и он обещал, что он будет, ну, обеспечивать семью, там, ну, на работу устроиться, подработки, ну, короче. А ничего этого он не делал, он как работал на одной работе, на той же зарплате, так и ничего и не поменялось у него, как бы, да. Получается, он меня обманул. И когда я ему привожу такие доводы, что как я пойду на работу, простите, у нас ребенку, ну, ладно, хорошо, он говорит, год исполнится, типа, иди, там, может, пару месяцев осталось. А как, а на кого я его оставлю? То есть, и свекровь, и мать мои работают, то есть, это вообще не вариант. В сад, и в ясли, да, ну, в сад нельзя, потому что, ну, года полтора еще надо, то есть, два с половиной, там, не раньше, и вообще, как бы, да, о чем речь, я не хочу насчет и болеть, и дуреть, как бы, я хочу нормально растить ребенка. Ну, в общем, да, такая вот ситуация. Он, знаете, что он предложил? Пусть моя бабушка посидит с ребенком, его бабушка, на минуточку, его бабушке 81 год, представляете, да, говорит, как это 80-летняя, ну, 81 год женщина, бабушка такая, да, которая плохо видит, уже плохо слышит, плохо ходит, она будет сидеть с годовалым ребенком. Вы понимаете, что это просто опасно, она не сможет сидеть с годовалым ребенком, естественно, никогда в жизни нельзя оставлять, и бабушке это не надо, и, ну, нет, однозначно, это не обсуждается. Муж начинает тогда орать и говорит, давай няню, типа, наймем. Она говорит, простите, это мне выходить на работу, работать, чтобы отдавать свою зарплату няне, в чем прикол, в чем вообще смысл, как бы, да, няня стоит тоже дорого, у нас нет таких денег. То есть мне надо сидеть с ребенком еще хотя бы года полтора, потом отдать его в сад, прежде чем мне идти работать. Ну, у мужа истерика, что он на день не справляется, говорит, ну, да, нам очень тяжело, мы экономим буквально на всем, и поэтому, как бы, ругаемся постоянно, говорит, что мне делать с этим, я не знаю. Да, как бы, уже доходит до того, что вот даже мысли такие появились о разводе, потому что эти скандалы меня просто сводят с ума. Мало того, что маленький ребенок, как бы, и ночами иногда там просыпается, и днем я просто в афиге, да, что называется. И тут муж приходит с работы и начинает мотать мне нервы. То есть надо сходить в магазин, надо купить продукты, надо приготовить еду какую-то, надо мне дать хотя бы час отдохнуть. Я просто уже схожу с ума. У меня, говорит, физическое уже и моральное выгорание происходит, как бы, да, то есть настолько тяжело. Я ему говорила, что я не хочу пока детей, что это еще рано, что мы не готовы к этому. Ну, вот, видите, говорит, такая ситуация. И такие мысли, говорит, о разводе. А с другой стороны, говорит, я понимаю, что развод вообще, ну, ничем не поможет и не спасет. И вот она не знает действительно, что ей делать, потому что она устала жить в этих скандалах. Ну, что я хочу сказать? Ну, конечно, не надо думать про развод, потому что ни вашему мужу, ни вам, как бы, он не принесет какого-то облегчения. И ему, и вам будет тяжело. Но вы создали семью, вы взяли, вот, представьте, у вас совместно нажитое имущество. Вот это квартира, за которую вы еще не выплатили деньги. У вас совместный ребенок, сын маленький, как бы, ну, я не знаю, надо как-то вам постараться перебороть все эти эмоции. Еще раз поговорить с мужем и постараться ему объяснить, что, ну, потерпи, потерпи полтора года. Все-таки давай, для нас что важно, чтобы был здоровый ребенок. Его надо дорасти до сада, хотя бы в два с половиной года отдать его в сад. Естественно, не сколько там, не в 10 месяцев куда-то отдавать, на кого-то спихивать. В 10 месяцев ребенку нужна мама и никто другой рядом. Не какие-то чужие тетки, няньки там, и бабушки, тем более бабушек здесь нет, бабушки работают. Про бабушку это вообще речь не стоит, да, как бы. Ну, понятное дело, что просто, ну, должен быть здоровый ребенок, поэтому надо потерпеть. Ну, попробуйте с ним поговорить, я не знаю. Но я понимаю, что вы рассказали эту историю, и вы, конечно же, с ним уже разговаривали миллион раз, и все это ему уже говорили, и объясняли, говорят, да, я все это ему говорила, я все это ему объясняла на пальцах. А он гнет свою линию, что я устал, я устал, денег не хватает, я устал один тащить семью, и все такое прочее, как бы. Поэтому, ну, пишите зрителям свои комментарии, ну, что вы посоветуете героине этой истории. Но человек вот живет в таком вот афиге, вечных скандалах, вечной усталости. Ну, вот так вот получилось, вот создалась семья, и вот такие трудности они преодолевают. Вроде бы, как бы банальная ситуация, с одной стороны, но с другой стороны, получается, что муж не хочет понять жену. Честно говоря, я понимаю, что мужчины, наверное, сейчас будут многие на стороне мужа. Вот она сидит дома, типа, он работает, он приходит, он устает, ну, поверьте, сидеть с маленьким годовалым ребенком, вот этот период, как бы до трех лет, это очень тяжело. Ребенок забирает столько сил, ты себе вообще не принадлежишь, уже понимаете, что за ним нужен глаз да глаз. Она говорит, он днем не спит у меня, понимаете, он днем не спит. Ну, вот такой вот ребенок, говорит, а то он рано ложится спать вечером, может среди ночи проснуться, но, в принципе, ночь спит нормально, говорит, но он засыпает рано вечером, учитывая, что он не спит днем. Но днем он не спит вообще. Вы представляете, до какой степени мне тяжело? Ну, можно представить, да, то есть днем, ладно, если бы ребенок спал хотя бы пару часов, она могла бы хоть дух перевести. Нет, он не спит. Она говорит, она с ним всегда, то есть ей безумно тяжело. Я, например, ее прекрасно понимаю, ее состояние и все. Ну, и мужа, конечно, тоже можно понять, но все равно. Я здесь на стороне жены, и надо, чтобы муж, наверное, вошел в ее положение. Наверное, знаете, что еще можно посоветовать? Вот когда у нее будет выходной, скажите, что вы там идете, я не знаю, искать работу на собеседование, пусть это даже будет суббота, чтобы он посидел с ребенком. Но вы же доверяете ребенку? Потому что есть такие мужчины, такие отцы, которым нельзя доверить ребенку, он может ему навредить. Ну, если ваш муж такой, что ему можно доверить ребенка, пусть он посидит с ним целый день. Вот просто с утра и до вечера. А вы пойдете искать работу, ну, вот ему так скажете, на собеседование какое-то, может, в самом деле куда-то сходить, я не знаю, просто для развития, чтобы он понял, что такое сидеть с ребенком, что это вообще жесть просто жестяная. И все, и чтобы он как-то вошел в ваше положение, и как бы, ну, не хочет же он тоже семью потерять, как бы, и, видите, и квартиру вы приобрели, и ребенка как бы сделали. Ну, поэтому, ну, такие вот у меня советы. Пусть он поймет, что это такое, и как бы разговаривать. Как бы бывают, знаете, вот разные такие вот моменты, когда к мужчине, ну, и к женщине тоже. Человеку любому можно подойти с какими-то разговорами или нет? То есть какое у него настроение? Ну, попробуйте как-то решить этот вопрос, но разводиться я бы вам не советовала. Ну, вот правда, не надо разрушать семью. Это уже последнее, если уже вообще там человек не в адеквате в полном, и просто там понял, что ему не нужна семья, и просто вот ищет всякие такие отмазки, чтобы вот от этого избавиться. Тогда тут уже вариантов нет. А здесь, ну, если он этого не хочет, то попробуйте все-таки разговорами брать. И вот этим поступком, чтобы он посидел день с ребенком один наедине и понял, насколько это трудно и тяжело. Ну, и поэтому пишите ваши комментарии. Героине этой истории будет очень интересно почитать. Ее это, ну, может быть, как-то ее, ну, поддержать ее хочется советами. Все, всем огромное спасибо, кто смотрел это видео до конца. До новых встреч. Пока. Пока.